Всем привет! В этом видео посмотрим на полное издание комикса Войны Паутины. Комикс, который выходил в период с ноября 2015 по сентябрь 2016 года и насчитывает 11 выпусков. За рубежом этот комикс выходил изначально в синглах и чуть позже в двух ТПБшках. У нас же решили сделать одно полное издание, в котором объединили как раз таки эти два тома. И издали у нас это все в трех вариантах. Это первый вариант с основной обложкой в мягком переплете. И также было выпущено еще, по-моему, по 150 экземпляров в твердой обложке с альтернативными версиями обложек Войнов Паутины. Но, если честно, они мне не очень понравились. Если еще вторая как-то более-менее смотрится, которая была, кстати, выпущена в США в первом томе, то вот третья вообще какая-то ни о чем. Ну и давайте уже переходить к самому изданию. Как я и сказал ранее, оно выполнено в мягком переплете, насчитывает 260 страниц. Сюда входят 11 выпусков комикса Войны Паутины и один выпуск Удивительный Человек-паук. Вот такая классная обложка. Это обложка от восьмого выпуска, на которой есть логотип самого комикса. Также указан автор и художник. За сценарием у нас отвечает Майк Коста, который ранее участвовал в создании такого комикса, как Паучьи миры. И изображены различные пауки. Вот этот как робот-паук, я не помню, как его зовут. Также у нас Девушка-паука на Жаня Каразон, Нуарный-паук, Панк-паук, Индийский-паук, Свин-паук и Спайдер-Гвен. Вот так комикс выглядит с корешка. Плашка Марвел, название комикса, автор и художник. И изображен Панк-паук. Вот так выглядит задняя сторона издания, на которой изображен арт. С обложки 11 выпуска. Опять же различные пауки. Слоган комикса, описание и также какие номера входят в данное издание. И еще хотелось бы пару слов сказать про хронологию. Данный комикс является прямым продолжением такого события, как Паучьи миры. Поэтому перед прочтением комикса Войны-паутины вам нужно будет прочитать кое-что еще. Первое это Удивительный человек-паук, Паучьи миры-грань. Далее читаете Паучьи миры. В следующем идет Войны-паутины. И потом можно приниматься за прочтение такого события, как Паука-гедон. Ну и давайте посмотрим на сам комикс. Немного его полистаем. При открытии нас встречает рекламка комикса Удивительный человек-паук. Арт с пауками. Еще пауки, а именно женские версии. Это Гвен Стейси и Аня Каразон. Также здесь у нас указаны авторы и художники всех выпусков. И название, собственно, самих выпусков. Здесь у нас обложка первого выпуска Удивительный человек-паук 2015 года. Собственно, из которого и нужно будет начинать читать данное событие. И пару слов о сюжете События Войны-паутины. Как я говорил ранее, это прямое продолжение такого комикса, как Паучьи миры, из которого мы поняли, что существует огромное количество миров. И в каждом из этих миров существует свой Человек-паук. Разных видов, размеров, если так можно сказать. В общем, их огромное количество. И там они противостояли армии вампиров под предводительством Морлона. Собственно, успешно их победили. Но победили не без потерь. Много пауков погибло. И, собственно, эти миры остались без своих защитников. И чтобы исправить эту ситуацию, некоторые пауки решили объединиться в команду. И назвали ее Войны-паутины. И стали путешествовать по нитям паутины в те миры, где нет своих пауков. Чтобы защищать людей от различных злодеев. То есть, в каждом мире есть как свой Человек-паук, так и, например, Веном, Карнаж, Гоблин, Рино и так далее. Ну и появляются новые угрозы в виде Электро. И не просто Электро, а целой армии. То есть, огромное количество тоже различных версий Электро. Даже есть версия в виде коня, которые пытаются также захватить все миры, чтобы ими править. Ну и, собственно, с ними будут сражаться Войны-паутины. Ну а что из этого всего выйдет, вы узнаете, прочитав данный комикс. Что касается меня, то мне понравился данный комикс. С удовольствием его прочитал. В общем, мне нравятся вот такие глобальные события, кроссоверы во вселенной Человека-паука, когда не только один Питер Паркер, но и другие версии. И тут, кстати, у нас одним из главных пауков является Паук-Британия. Он такой лидер команды Войны-паутины. Его правая рука — это девушка-паук Аня Каразон. Также Свин-паук. И такой, как, так скажем, мозг команды — это индийский Человек-паук, он же Павитер. И если вам нравятся тоже различные версии Человека-паука, то, конечно, рекомендую данный комикс к прочтению. Ну и если вы уже читали комикс «Паучьи миры» и он вам понравился, то этот комикс тоже стоит прочитать. Что касается рисунка, то он здесь неплохой. Можете вот сами посмотреть, немного полистаю. Вот, собственно, все такие главные пауки в данном комиксе. Их описание, кто за что отвечает. Вот у нас Электро. Да, Электро здесь огромное количество. Даже, по-моему, Тираннозавр Электро был. Конь. В общем, разные самые версии. Карн, который управляет, собственно, вот этим миром паутины. Отправляет их в различные миры. Вот такое полное издание комикса «Войны паутины». У меня на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok